Художники делятся на тех, которые творят. Это художники, которые не могут без этого, и которые просыпаются. И художник, который садится возле холста или бумаги, и он совершенно не знает, как у него это будет получаться, что он сделает, но он создает что-то. Это настоящий художник, это брулящий вулкан, но это источник чистой воды. Художник, который хочет чего-то добиться, должен постоянно быть блокнотом и рисовать все, включая эмоции. Я вообще пытаюсь этому научиться, потому что на портретах это особо нам очень нужно, но не могу сказать, что у меня сейчас это получается, потому что, например, у меня проблемы с рисованием улыбок. След мы можем оставить только научив кого-то своей технике письма. А с натуры была нарисована школа вторая, но это уже перерисовка к студии. Все художники, все разные, абсолютно противоположные друг другу. С натуры тут нет работы, с натуры мою первую работу я подарила моей девушке лице. Мне только нужно поддерживать ее головогонник. Она сама загорелась как художник и начала рисовать портреты. Я же не портретист. Я в общих счетах портрет могу сделать. То есть в масле у нее кое-что получается, вы понимаете? И я уже ей не передаю свою акварель, может, мне и удастся. Может, это будет шокраста, самая учница, которой я акварель тоже у меня. Я учусь в точном мистерстве, Дитей Кивичкин, за створение в месте Бойерка, творчика советского акварельного живопытства среди Тейта дорослых мистов. Спасибо вам большое. Спасибо.